перевод радианной меры углов в градусную давайте попробуем перевести угол равный пи на 6 радиан пи на 6 радиан ну обычно ради она не пишут наверное давайте не будем уже писать пи на 6 радиан необходимо перевести в градусы я вам уже говорил что нужно помнить всего лишь одну формулу формулу перевода или формулу связи радиана с градусами это пи радиан это не что иное как 180 градусов из этой формулы мы с вами получили еще две вспомогательные формулы давайте я вам тоже их запомню но даже если вы следующие две формулы не запомните нам хватит вот этой первой пи равно 180 градусов значит давайте получим из этой формулы из этой формулы связь одного радиана с градусами то есть для того чтобы получить слева 1 радиан необходимо разделить на пи левую часть и тогда мы на пи должны разделить правую часть равенства тогда пи на пи после деления пи на пи будет единица то есть слева получится 1 радиан а справа получится 180 разделить на π градусов. Давайте это так и запишем. То есть после деления на π обеих частей данного равенства мы получим с вами, что 1 радиан это не что иное, как 180 градусов разделить на π. То есть 180 разделить на π градусов. И давайте получим из этой же формулы связь одного градуса с радианами. То есть выразим 1 градус. 1 градус, тогда 1 градус будет равен. Для этого нужно разделить на 180 обе части. Правую и левую. 180 разделить на 180 будет 1 градус, а слева получится π на 180 градусов. Отсюда мы можем записать формулу для одного градуса. То есть получится у нас 1 градус равен π разделить на на 180. И правая часть у нас в радианах. Ну хотите, можно записать, что здесь справа у нас радианы. Теперь давайте попробуем решить вот первую нашу задачу тремя способами. Первый способ. Первый способ следующий, самый простой. Необходимо вместо π подставить то число, чему равно π. То есть смотрим, π равно 180 градусам. А значит вместо π надо в числитель подставить просто-напросто то, чему это равно. То есть π равно 180 градусов. Да разделить на 6. То есть вместо π подставили 180 градусов. Это первый, самый простой способ. Тогда после деления давайте сократим на 6. Тогда получится тут единичка, а тут получится 3, да еще 0. То есть 30. Получается 30 градусов. То есть π на 6 равно 30 градусам. Давайте, наверное, сразу будем делать проверку. Предположим, мы хотим проверить, правильно ли мы посчитали. Действительно ли π на 6 это 30 градусов. Давайте так запишу отдельно. То есть π на 6 у нас получилось равно 30 градусам. Как сделать проверку? Проверку очень легко сделать, если из той формулы, то есть из того равенства, которое получилось, выразить π. И посмотреть, будет ли у нас исходное равенство, если выразить π из вот этого нашего последнего равенства. Значит, смотрите, как выражаем. Проще всего. Предположим, как пропорцию. Запишем 30 первых. Ну и теперь по пропорции. Произведение крайних равно произведению средних. Получается, π умножить на единичку будет π. И π будет равно 6 умножить на 30. То есть получается π равно 6 умножить на 30 градусов. 6 у 3 18 и 0 получается 180 градусов. То есть мы получили, что π равно 180 градусов. Значит, задача была решена верно. Значит, вот этот ответ правильный, потому что из него получается наше равенство π. Из него получается, что π равно 180. Давайте решим следующую задачу. Предположим, что у нас угол не содержит π. Что в этом случае делать, если угол не содержит π? Кстати, вот то, что мы сейчас сделали, можно решить вот такую задачу несколькими способами. А именно три способа я вам сейчас покажу. И независимо от того, содержит π или не содержит π, мы сейчас посмотрим следующий способ для нахождения угла. Ну, предположим, 7 радиан. Давайте возьмем, то есть угол, который не содержит π. Вот такой угол 7. Давайте я так для определенности буду писать. Как найти, чему равен 7 радиан? Можно вспомнить, что 1 радиан, посмотрите, 1 радиан, это 180 разделить на π. А значит, поскольку 7 радиан, это все равно, что 7 умножить на 1 радиан. Теперь можно вместо вот этого, посмотрите, 1 радиана подставить то, чему он равен. А чему он равен? Вот он чему равен. Он равен 180 градусов разделить на π. То есть тогда у нас получается, вместо 1 радиана мы подставляем 180 разделить на π. У нас получается 7 умножить на 180 градусов и разделить на π. Но это все равно, что 7 первых. Перемножаем числители, перемножаем знаменатели. Тогда у нас получится в числителе 7 умножить на 180. 7 умножить так, 7 на 100, 700 и 7 на 80, 56, 560. Это получается 1260. В итоге получаем 1260 разделить на π. Ну и в градусах. 1260 разделить на π в градусах. Задача решена. Далее. Это был второй способ. Давайте далее рассмотрим еще один способ. Третий способ. Ну предположим, нам необходимо вычислить, найти угол в градусах. Предположим, для 23 радиан. Для 23 радиан. Давайте это сделать. Да, точно так же можно было бы здесь сделать проверку для предыдущего. То есть записать, что 7 радиан это 1260 разделить на π. Умножить обе части на π и поделить на 7. То есть выразить оттуда π. И вы увидите, что π получится равно 180 градусов. А значит, пример решен верно. То есть проверка делается точно так же, как и для первого примера. Итак, найдем в градусах 23 радиана. То есть найдем 23 радиана в градусах. Давайте составим следующую пропорцию. То есть 23 радиана, нам пока неизвестно сколько градусов. Поэтому давайте запишем. Это x градусов. И подпишем нашу формулу внизу. То есть, как известно, π, тоже можно, если хотите, напишу радиан. Это 180 градусов. То есть мы подписываем внизу вот эту формулу. То есть π равно 180 градусов. Ну и теперь у нас, давайте составим пропорцию. Пропорция какая? Ну, если прям вот для этого равенства, тогда у нас получится так. 23 так относится к π, как x относится к 180. То есть вот такую пропорцию мы составляем. Тут градусы, тут градусы. Кстати, градусы, градусы мы можем сократить. У нас получится просто π на, x на 180. Ну и теперь произведение средних равно произведению крайних. Давайте начнем с произведения средних. Там, где x содержится. То есть у нас получается, либо сразу пишем, x равно 23 на 180 разделить на π. Но, предположим, кто-то редко решает пропорции. Поэтому давайте подробно. Значит, итак, произведение средних. Это будет π умножить на x. То есть получается π умножить на x. Равно произведение крайних. 23 умножить на 180. То есть получается 23 умножить на 180 градусов. Мы уже с вами сократили. Ну и теперь обе части делим на π. Обе части делим на π. Здесь π сокращается. Получается x. x равен вот этому числу. То есть давайте в итоге я запишу окончательно наш ответ. То есть x получился равен вот этому числу. То есть 23 умножить... 23, да? У нас я 33 написал. Так, 23 умножить на 180 и разделить на π. Ну давайте посчитаем еще. Так, 23 на 180. Сначала 20 умножить на 180. Это будет 3600. И 3 умножить на 180. Это 540. Значит, это будет 4 140. Так, получается 4 140. 4 тысячи... Да, все правильно. 4 140 разделить на π. Ну и давайте... Раз для второго примера забыли проверку сделать. Давайте здесь сделаем проверку для третьего. То есть делаем проверку, да? Проверку, как мы сделаем. Давайте вот представим, как x делить на единичку. И теперь по пропорции произведения вот этих вот. Да? Или давайте, ладно, отдельно запишу. Значит, мы с вами получили, что x равен 4 140 разделить на π. Ну или давайте, чтобы пропорцию не писать, давайте просто умножим обе части на π. То есть обе части равенства. Обе части этого равенства умножаем на π. Тогда у нас слева получится... Так, все правильно мы сделали. А, вот еще что. Я совсем забыл. Ведь мы же должны приравнять к x градусам. То есть вот это число, да, 23 радиана. То есть 23 радиана это не что иное, как 1440 разделить на π градусов. Сейчас одну минутку я это подправлю немножко. То есть вот посмотрите, вот здесь вот мы получили x, а это угол в градусах, да? Поэтому вот здесь вот фактически нужно нам добавить градусы, во-первых. То есть у нас в итоге получилось следующее. То есть x равен вот такому количеству градусов. Вот такому количеству градусов. Или давайте вернемся вот к нашей задаче. Посмотрите, мы что искали? Мы искали 23 радиана. Значит, 23 радиана это и есть... То есть ответ давайте так запишем. 23 радиана это и есть 4140 разделить на π градусов. Вот теперь проверку надо сделать именно для вот этого равенства. Как сделать проверку? Необходимо давайте умножим обе части на π. Предположим, мы умножим на π левую часть и правую часть. То есть тогда слева у нас получится 23π. А справа у нас получится π сократиться. Если мы умножим на π первых, значит у нас π сокращается. У нас получается 4140. 4140. Значит тогда у нас... Давайте я так запишу. 4140. Но если вы помните, 4140 состоит из чего? Это ж у нас было не что иное, как произведение 23 на 180. 23 на 180. И теперь можно нам что сделать? На 23. Вот теперь посмотрите. Обе части сократить. И получится π равно 180. То есть действительно получилось то, что нужно нам. То есть то, к чему мы стремились. То есть мы должны были проверить, что π получится равно 180 градусов. Итак, делим на 23 обе части данного равенства. Получаем π равно 180 градусам. Что и требовалось доказать. А это значит вторую задачу, третью задачу мы тоже решили правильно. Далее. Давайте приступим к следующей задаче. И следующая задача. Давайте ее возьмем под номером 4. Задача следующая. Давайте еще раз я вам напомню, как легко посчитать, перевести угол в градусы, если он содержит π. То есть если он содержит, угол в радианах содержит π. Ну, например, давайте вычислим 2, ну, например, 2 пятых π или 2 π разделить на 5. Значит, самый простой способ, еще раз я вам напомню. Значит, самый простой способ, это вместо π подставить то, чему равно π в градусах. То есть π равно 180 градусам. Это значит, сразу берем и подставляем вместо π 180, и не забыть записать градусов, разделить на 5. Теперь делим на 5. Как мы делим на 5? Десятку от 180 забираем и делим на 5. Получается у нас 2. Здесь единичка после деления. И получается 2 на 18, это 36, а значит 36 еще умножаем на 2, получается 72 градуса. 72 градуса. Итак, еще раз повторяю. Для того, чтобы найти, перевести радианную меру угла в градусы, необходимо вместо π подставить значение в градусах. То есть 180 градусов. Если же радианная мера угла π не содержит, то тогда мы решаем либо вторым, либо третьим способом. То есть вот те способы, которыми мы решали второй и третий пример. То есть окончательно давайте сделаем еще проверку. То есть вот, как сделать проверку, давайте я запишу сразу. То есть у нас получается 2π разделить на 5 равно 72 градусам. Ну и давайте умножим на 5 и разделим на 2 обе части. То есть умножим на 5 и разделим на 2 обе части равенства. Тогда мы с вами получим 5, 5 сокращается, 2 сокращается, слева будет π, а справа будет так, 72 разделить на 2, это 36. И 36 умножить на 5 будет 180 градусов. Таким образом мы получили с вами нужное нам верное равенство. π равно 180 градусов, а значит и четвертая задача решена верно. Продолжение следует...